Новости в эфире информационного канала Севастополя в студии Арсений Ковалевский. Во вторник в Севастополе резко похолодало. Уже ближе к вечеру ожидаются нулевые температуры и дождь, переходящий в мокрый снег. По информации синоптика, в связи с вторжением арктического воздуха с 29 декабря и до 4 января ожидается дальнейшее понижение температуры на полуострове. В ближайшие дни нас ждет днем до минус 5, ночью до минус 7 градусов. По информации Севэнерго, минувшие сутки электричество подавалось жителям без ограничений. Все службы отработали в штатном режиме. Сегодня на заседании оперативного штаба ликвидации последствий ЧАЭС губернатор Севастополя Сергей Миняйло перевел все службы в режим повышенной готовности. Севэнерго, Севгаз, Севтеплоэнерго и так далее. Аварийные бригады, то же самое в готовности. Мы не должны допустить размораживание системы отопления, мы не должны допустить падение давления газа. Мы не должны допустить аварийных случаев, которые могут отразиться на жизнедеятельности города. В Севастополе 16 семей отпраздновали новоселье. Новый год люди будут встречать в новых домах. В понедельник первые участники программы переселения граждан из аварийного и ветхого жилья получили ключи от квартир. Сертификаты на жилье вручал губернатор Севастополя и заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Сразу после торжественной церемонии Андрей Чибис проверил, как в городе реализуют программу капитального ремонта жилого фонда, побывав на новой крыше и в лифте. О преобразованиях в отрасли ЖКХ и сроках сдачи объектов, попавших в программу, подробнее Анна Малышко. Лучшим подарком к Новому году для 16 севастопольских семей стали ключи от квартир. В понедельник горожанам их вручил губернатор Севастополя Сергей Миняйло и заместитель министра строительства Российской Федерации Андрей Чибис. Из разваливающихся домиков люди теперь переезжают в новостройки и в современные удобные квартиры. Страх обваливающихся потолков, ужасы, текущих кровель и потрескавшихся стен для них останутся в прошлом. Все это стало возможным благодаря программе переселения граждан из аварийного и ветхого жилья. Севастополь в этом году впервые присоединился к общероссийской практике. Мы ждали этого счастья, ждали много-много лет. Наверное, лет 45, это точно. Мы всегда верили. Мы всегда не покидала нас надежда. Благодаря нашему руководству мы что-то добились и получили квартиру. Мы очень-очень рады. Спасибо вам большое. Мы программу эту начали реализовывать и будем ее реализовать дальше. В этом году мы переселим 238 семей. В следующем году это количество, величество практически удвоится. Принципиально важно, что несмотря на блокауты, несмотря на вот эти все действия, сегодня первые квартиры передаются вам. И для меня это такая очень приятная миссия выполнить поручение нашего министра, Александр Чеменя, и вручить ключи. В рамках рабочей поездки в Севастополь заместитель министра строительства Российской Федерации Андрей Чибис проверит, что местными коммунальщиками сделано за год. Первая остановка улицы Степаняна – дом 2. Здесь в общежитии заменили кровлю, уложив новое современное покрытие. Это всего лишь один из объектов масштабной программы капитального ремонта жилого фонда, рассчитанной на 2015-2016 годы. Всего по ней замене подлежало 113 лифтов и 50 кровель. Большинство из объектов не ремонтировались с момента постройки, а это порой по 50 лет. Следующая точка – проспект Генерала Острякова, дом 89, один из счастливчиков, попавший в программу. Здесь, в трех подъездах, заменили лифты впервые за 40 лет. На седьмом. Ну, плохо лифты работали. Ломались без конца. Часто ломались, конечно. Сейчас, конечно, прекрасно. Ну, с 78-го года лифты не ремонтировались. Ну, как там по... А чтобы основание вот это вот, моторы ломались. Раньше, когда ехал лифт, грохотал. Станавливался. Да, грохотал, шум был и в квартирах слышно. Вот у нас как раз... Да, будили, даже ночью слышно было. Слышно. Сейчас тихонечко заходишь, светлый лифт. Такой массовой замены лифтов в севастопольских домах не было никогда. Почти тысяча подъемных конструкций в городе уже давно пережила нормативный срок эксплуатации. Требует не просто модернизации, а полной замены. В этом году специалисты организации Мослифт по итогам конкурса выиграли подряд и должны были заменить 113 лифтов. Более 100 человек приступили к исполнению, однако режим ЧАЭС немного внес коррективы. Но, несмотря на все сложности, работы не замораживали. На сегодняшний день в 70 подъездах выполнено 90% монтажных работ. Нам оказана была в этих чрезвычайных ситуациях поддержка, нам были переданы генераторы, оказано всяческое содействие. И вот только благодаря их помощи нам удалось вообще хоть что-то в этом году выполнить. В настоящее время заменены и переданы в эксплуатацию 25 лифтов. До конца года их будет передано 45. Оставшиеся в следующем году. Должны были установить 113 лифтов, 50 крови сделать. В связи с тем, что у нас произошел ЧАЭС, в настоящий момент 32 лифта уже у нас принято в эксплуатацию. 45 мы запустим до конца года. И остальные лифты до конца января 2016 года введем в эксплуатацию. За просрочку программы капитального ремонта жилого фонда к регионам обычно применяют штрафные санкции. Однако Минстрой объективно оценивает ситуацию. Из-за ограничений в подаче электричества и режима ЧАЭС в Севастополе сдача ряда объектов перенесена на январь. По итогам года Минстрой проанализирует исполнение программы и то, что не сделано по объективным причинам, не будет подвергаться штрафам, отметил Андрей Чибис. Правительство работает, лифты меняются, крыши тоже. Это очень важно, чтобы люди увидели, что дома улучшаются. В том числе, чтобы осознали, что дом – это наша общая собственность. И помимо той государственной поддержки, которая оказывается, и самим надо очень внимательно и трепетно относиться к своему дому, подъезду, к двору. По государственным программам капитального ремонта жилого фонда коммунальные проблемы, которые одна на другую наслаивались в Севастополе десятилетиями, в этом году начали поэтапно решаться. Анастасия Шульга, Анна Малышко, Делевер Меджитов, информационный канал Севастополя. Спортсмены Андрей Граничко, Алексей Борисов и Дарья Ибрагимова завоевали гран-при городского конкурса «Спортсмен года-2016». Итоги подвели в понедельник. Номинантов определил Олимпийский совет и управление по делам молодежи и спорта при правительстве Севастополя. Главным критерием для победы стали достижения уходящего года. Глава города Сергей Миняйло вручил победителям эксклюзивные серебряные персни. Чемпионами стали Андрей Граничко. Именно он на Всемирных играх ампутантов в Сочи установил новый мировой рекорд в дисциплине плавания. Дарья Ибрагимова стала чемпионкой мира по сумо. А Алексей Борисов, член сборной России по парусному спорту, кандидат на участие в летних Олимпийских играх 2016-го. Кроме того, в этом году 12 севастопольских спортсменов получили звание мастеров спорта Российской Федерации. В этом году достижений для меня много было открыто. Я стал серебряным и бронзовым призером чемпионата мира. Затем через несколько месяцев в Сочи я установил мировой рекорд на 100 браз. Следующий год очень тяжелый будет. В следующем году и чемпионат Европы, и паралимпийские игры. Настроение боевое готов. Я хочу сказать слова благодарности спортсменам, тренерам, которые, невзирая ни на что, работали, воспитывали и достигли, я скажу, очень высоких результатов. Севастополь всегда был славен своими традиционными видами спорта и вообще спортсменами. Ну а мы со своей стороны постараемся сделать все для того, чтобы наш спорт процветал, чтобы он стал массовым, чтобы как можно больше молодежи, талантливой молодежи севастопольской мы привлекали к спорту. Севастопольские полицейские задержали 28-летнюю девушку, которая пыталась завладеть сбережениями 83-летней пенсионерки, сообщает пресс-служба ОМВД. Правоохранители приехали на вызов по просьбе соседей пожилой женщины, так как те услышали шум и крики в ее квартире. Как позже выяснилось, злоумышленница под видом соцработника вошла в доверие к пенсионерке и путем подлога пыталась прикарманить чужие деньги. Когда потерпевшая заподозрила неладное, девушка напала на нее с электрошокером. К счастью, на помощь пришли соседи и полиция. Злоумышленницу задержали и доставили в райотдел, где она осозналась в содеянном. Личность девушки была установлена. По информации специалистов, у правоохранителя есть основания полагать, что задержанная причастна к аналогичным преступлениям в других районах города. В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». И к другим новостям. Новогодний утренник устроили в Севастопольском центре содействия семейному воспитанию. Участие в нем приняли порядка 30 детей. Вместе с педагогами ребята подготовили театрализованное представление. Анастасия Синица продолжит. Здесь все привыкли делать вместе. Выполнять домашнее задание, играть, взрослеть и мечтать о счастливой благополучной семье. В Севастопольском центре содействия семейному воспитанию живут 39 мальчиков и девочек. Их возраст от 3 до 18 лет. Недостающую родительскую любовь черпают у воспитателей. Именно им ребята обязаны своими талантами и достижениями. Поем, танцуем, рассказываем стихи. Если мы не так делаем, мы поправляем, нас поправляет учитель, кто нам помогает петь, танцевать, растягивать стихи. И в итоге все хорошо получается? Да. И нас хвалят. Лилия Мамонова – директор Центра содействия семейному воспитанию. В должности около двух лет. Руководит пятью возрастными группами, в каждой по 7-8 человек. Себя Лилия Александровна называет не иначе, как социальной мамой каждого из них. С подопечными делится жизненным опытом, готовит к публичным выступлениям, гордится их успехами. Должность на самом деле обязывает и очень сложная. И когда тяжело каждый день, есть какие-то трудности. Но когда проходят такие концерты, ты понимаешь, что месяц, день, год отработал не зря. К предновогоднему утреннику ребята готовили соответственно. Сами придумали театрализованную постановку, выучили танцы, песни и стихи. Сегодня на сцене Дед Мороз, русская красавица, говорящая кошка и веселые клоуны. Роль одного из них досталась 15-летнему Олегу Романенко. Мальчик рассказывает, именно занятия в театральной студии помогли стать увереннее в себе и даже повысить уровень дисциплины. Я когда сюда поступил, я начал вроде так, ввел себя плохо, но получается, а так это, и перешел это типа в театрал. И меня записали в театральный кружок, я там получился немного, а перешел, ну и начал заниматься в детском доме. И вот выступаю. Дед Мороз главный, еще один главный, я главный, то есть три главных роли у нас. Вот, готовились очень сложно, долго репетировали, вот это каждый день по вечерам, по утрам. Воспитанников центра поддержали сотрудники благотворительного фонда «Корсунь». Уже не в первый раз к Новому году они привезли ребятам подарки. Различные игрушки, такие как аэрохоккей, монополия, различные игры для декорирования, шарфиков, гирлянды, там, новогодние шарики. Мы считаем, что такие развивающие игры помогут детям не только с удовольствием и с радостью проводить свой досуг, но и помогут им развиваться, что считаем крайне важным для ребенка. Поддержку центру оказывают и городские власти. Новогодний подарок от правительства Севастополя – водонагреватель объемом в 100 литров. Естественно, мы деток никогда не забываем, так как это наше подведомственное учреждение. Мы всегда с душою, с теплотою, с хорошей положительной энергетикой идем навстречу директору. То есть необходимо было, там нужно было дизель-генератор, необходимо было какой-то устроить детский праздник. Естественно, мы принимаем в этом абсолютное участие. В 2015-м порядка 25 воспитанников центра обрели свои семьи. По словам педагогов, показатель довольно высок. Однако в учреждении надеются, в будущем году он еще возрастет. А пока ребята сами создают свою сказку и учатся в нее верить. Анастасия Синица, Михаил Волобуев, информационный канал Севастополя. К этому часу это все новости. А за дальнейшим развитием событий следите вместе с информационным каналом Севастополя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова